Итак, я хочу сегодня попробовать почитать книжку, значит, вместо вот обычных таких рассуждений, вольных, попробовать встать все-таки на твердую почву книги, точнее, я ее не буду читать, она написана сложно, но дело в том, что у меня хорошее есть издание этой книжки, значит, это книжка Нефеш Гахаем, ну, дословно, душа живая, но фокус в том, что слово имя Хаем, естественно, название книжки, это имя автора, как это очень принято, значит, вот в еврейских книгах очень любят название книжки включать свое имя, и по этому поводу, как-то я обнаружил книжечку, ссылку на книжку Хесет Лавраам, значит, выяснилось, что таких книжек существует минимум 12, и нужно найти нужного автора из них, потому что автор всех, как ни странно, зовут Авраам, значит, автор Ереб Хаем из Воложина, это ученик Виленского Гаона, и книжка Нефеш Хахаем для миснагидов, для литовских евреев, является тем же, чем и книжка Танья для Хабада, то есть это основа основ именно мировоззренческой книжки, по этому поводу, в этой книжке, можете я попробую свет поправить, так лучше, так намного ярче, по этому поводу, книжка эта написана в каком-то смысле, так же, как и Танья, с многочисленными ссылками на каббалистические источники, и в основном посвящена теме изучения Торы и ее влияния на душу. По этому поводу в ней есть первая глава, а в книге четыре части, и первая часть посвящена Всевышний и мир, взаимоотношения Всевышнего с миром, и в качестве второй, в этой же части, вторая половина первой части, целиком посвящена тому, что такое душа и как она устроена, то есть идет такое фундаментальное описание, что такое душа. Это начиная с главы 15, и я попробую пересказать, что здесь есть, значит, попробую пересказать, не подряд зачитывать, а пересказывать некоторые идеи. Значит, автор отталкивается от одного, да, я сразу скажу, для меня это, вот, книга на Фюшкахайм, одна из фундаментальных, там, что называется, мировоззренческих книг. По этому поводу некоторые вещи, которые мне кажутся очевидными, они, на самом деле, подцеплены из этой книжки. Значит, ну вот есть такие книги, да, вот, для каждого человека своих, как для Хабадника Танья, так я, хотя и не Мисс Наггет, ни с какого бога, для меня эта книжка является одним из фундаментов. Значит, начиная говорить про то, что такое душа в человеке, Репхайм из Воложина начинает следующий, следующего высказывать. Наши мудрецы в трактате Сангедрина, когда говорят о том, как душа попадает в человека, приводят в качестве примера, иллюстрирующего примера, производство стеклянного сосуда, стеклянной бутылки, например, или вазы, ну, любой стеклянной вещи. Значит, по этому поводу говорится следующее, что значит, фраза выглядит так. Плотик, кровь, которые выдуны дыханием, Гакадошбургу, тем более, и здесь важно читать раньше, когда делает стеклянный сосуд, у стекольщика, у стеклодува, есть трубка, через которую он дует. И, значит, Репхайм объясняет следующее. Вот все ли представляют, как происходит работа стеклодува? Значит, он берет, значит, у него есть расплавленная стекольная масса, но, естественно, приблизиться к ней не может, потому что температура стекольной массы порядка, ну, выше полутора тысяч градусов. Приблизиться к ней не рекомендовано. По этому поводу стекольщик берет длинную полую трубку металлическую, на конец один конец наматывает кусок стекла, второй конец приставляет к рту и начинает выдувать, начинает дуть. И выдувает что-то вроде мыльных пузырей, мыльного пузыря. Потом с помощью дополнительных приборов, с помощью вращения, обычно там формы есть всевозможные, он придает ей нужную форму, вот этой жидкой, вот этому пузырю, похожему на мыльный пузырь, он придает ему нужную форму. В результате у вас внутри сосуд полый, в него дует, стекольщик, да, ну через трубку длинную обычно очень, поэтому это, ребятки, сильные очень и развитые. Значит, и на выходе получается стеклянный сосуд. После этого он отрезается от трубки и ставится на калийный стол, чтобы остыть. И у вас есть готовый сосуд. По этому поводу Репхайм говорит, вот, когда мы говорим про душу, есть подобный процесс. Три аспекта. Значит, во-первых, когда дыхание стеклодува ищет его во рту, и это выходит воздух изо рта до того, как попадает в полость трубки. И это надо называть слово нишема, выдох, да? Когда этот воздух входит в полую трубку, протягиваясь к сосуду, которая продолжается как линия, тогда это рог, то есть это воздух, высаживший изо рта, но уже не во рту, это уже не дыхание, а воздух, который проталкивается в пункт. И внизу, третий пункт, когда он уже вышел из трубки в стекло и распространился в ней так, что получился сосуд, в соответствии с желаниями стеклодува, тогда возникает нефеш, то есть то, что стоит на месте. Тем самым, вот это образ, который дают мудрецы в трактате Сангидри. То же самое относится к нефеш, роха, нешама, к трем частям души, где нешама, это в данном случае подобие, это то, что находится во рту у Всевышнего, если можно так сказать, нефеш, это то, что внизу уже в сосуде, а рох это то, что их соединяет. В результате рох у нас оказывается довольно странной вещью, а именно он изливается сверху и соединяется с тем, что внизу. у человека это то, что соединяет тело человека с высшим источником, который собственно в образе вот этого стеклодова находится в устах Всевышнего. И он приводит чудесную цитату пока адья аре элей нруах мемаром пока не перельется вот глагол ар это среди всего прочего еще переливать из сосудов сосуд. Переливать. По этому поводу, когда пророк говорит, что на нас перельется вот обратно внимание не изойдет а именно перельется дух свыше то вот как раз вот эта струя в процессе переливания из верхнего сосуда в нижний сосуд это и есть рог. Значит по этому поводу у нас из такого рода построения с самого начала получается очень важная картинка. Когда мудрецы говорят не только мудрецы что нишама не может быть повреждена грехом то по схеме Репхайма изволожена она и не может она находится у престола славы она находится у Всевышнего она находится в высших мирах где понятия греха просто нет. И именно здесь на это обращают внимание все поголовно даже не комментаторы что понятие например карет отсечения души всегда в Торе говорится только про нефеш про нижнюю часть и никогда не говорится про нишама по этому поводу именно нишама будучи пребывая в верхних мирах позволяет постигать высшие вещи это делается именно через нее но еще раз для того чтобы аккуратно все это понимать нешама должна быть при этом хорошо связана с нефеш вот все три части души нефеш нишама и роах должны быть в хорошем комплекте значит при этом начинается главный вопрос вопрос о том как происходят связи частей души дело в том что для того чтобы связь значит я хочу туда говорить следующее что нефеш земная душа она существует у любого живого существа и собственно то что отличает живое от живого это нефеш но я хочу обратить внимание что нефеш это низшая часть при этом вот чуть-чуть более сложно это нефеш тоже она постепенная она неоднородна у нее есть высшая часть у нее есть низшая часть и в таких случаях говорят что там любое существо на земле достаточно того что оно живое у него есть нефеш хаин душа жизни но у более высших животных на самом деле почти у всех есть роах и есть нашама так вот нашама это интеллектуальная часть но замечу что речь идет о трех частях нефеш низшей души вот для того чтобы распутать хвосты вот сложность составляет в том что непонимание книг состоит в том что есть в книгах своя терминология и эту терминологию надо понимать потому что регулярно путаница возникает со следующим что некоторые авторы когда говорят про нефеш рохана шама говорят про нефеш рохана шель нефеш ари вообще когда говорит про то что душа состоит из девяти частей имеет ввиду следующее что в каждой части души нефеш рох и нешама она в свою очередь делится на три части нижнюю нефеш нефеш рохан и ношама днефеш которые соединяются ну и так далее вот таким вот способом идет вот такое построение по этому поводу способность говорить и даже способность мыслить в какой-то степени это не свойство высшей души это свойство низшей души но это свойство высшей части низшей души Вот для того, чтобы выкарпаться из этой путаницы, из-за того, что один и тот же термин вынимается на двух уровнях. То есть одно – нашама, это которое под престолом слабо, а второе – нашама, как мыслящая часть. Нефеш – вот то, что авторы регулярно не находят нужным оговориться, о чем они говорят, вызывает тяжелое непонимание при чтении книг. То есть для того, чтобы их понимать, нужно просто знать, какую сторону имеет в виду автор. И здесь, значит, есть известная история, значит, когда Роах, значит, разбирается известная история, когда Абигаэль обращается к Давиду и говорит, Да будет душа Господина моего завязана в узелок жизни вместе с Хашэном Богом твоего. Вообще, я хочу обратить внимание, что в наше время, особенно в молитвах, когда говорят, душа такого-то црураба цруррахаэ завязана в узел жизни. Узел в данном случае – это узелок, ну, как вот, ну, как когда-то человек собрался в поход, он завязывает вещи в узелок, там, берет кусок ткани, туда все подкидывает, значит, завязывает и идет. Значит, вот узел здесь вот в таком смысле – црурр надо понимать. Но в наше время эту фразу говорят про мертвых. Что нишмато эдан, душа его в раю, или тихеныш, вот этот црураба цруррахаэм, да будет его душа в узле жизни, да, это говорится про мертвых. Но Абигаэль, когда обращается к Давиду, мир с ним, произносит это живому, вот это пожелание. И это пожелание, как нетрудно заметить, имеет смысл следующий. И я зачитываю в данном случае отрывок из Зобра. Когда дух, рог, поднимается и возносится вверх, душа, нефеш, связана через рог. И руах, в свою очередь, соединяется с нешама. А та нешама опять соединяется к самому краешку, то, что называется тайной. И в результате нефеш соединяется через рог, выше и выше, и так связывается с высшей нешама. А эта нешама связана с эйнсов, с бесконечно благословенным. И в результате, опять-таки, вот то, что здесь говорится. Ну, можно еще одну цитату, но я не вижу нужды множить цитаты. Смысл состоит в следующем, что Авигаэль, когда обращается к Давиду, желает ему, чтобы его, обратите внимание, то есть ее пожелание, это вот установление непрерывного канала между низшей душой Давида и низшей, в данном случае, земной, с высшей, которая нешама, которая небесная, и которая контактирует с Ор-Эйнсов, со светом, бесконечным светом благословенным. Вот теперь вопрос. Для меня это эксперимент, попытка читать такую книгу на публике. Я просто хочу спросить, продолжать мне в том же духе или перейти к вольному рассказу вместо чтения книги? Мне интересно. То есть я могу продолжать, да, читать? Естественно, я ее пересказываю, довольно сильно сокращаю. Я уже за это время три главы прочел. Ну, прочел. Рассказал. А если можно, в конце потом прислать, как называется эта книга, чтобы можно поискать ее. Ну, я не знаю, переведена ли она на русский. Я, честное слово, просто не знаю даже этого. Ну, вы напишите на иврите. Потом. Не сейчас. Сейчас не надо. Лучше продолжать, Лек. Потом. Мир, потом. Это же интересно, что вы рассказываете. Да. Спасибо. И до конца. С 15 главы и до конца. Значит, к этому, говорит Репхайм из Волошина, нужно добавить другое. Есть некоторые грехи, от которых, если душа согрешит, одним из, значит, за нарушение которых положен карет и пропажа хасвэ шалом. Иньян карет, дело карет. Карет – это вот что. Карет – это там, где в Туре сказано преступление, за которое сказано, отсечена будет душа того человека от народа. Значит, переводчики здесь, вот я настаиваю на переводе «отсечена от народа», потому что по-другому я не вижу возможности, как понять этот пшат. И у меня пшат переводчика, это означает, что все слова должны быть собраны в осмысленный текст. Так как не хрета, а глагол карат – это рубить, как рубят дерево, и написано «отсечена от народа», то я не вижу другого варианта понимания, как «отсечение от народа». Но в данном случае, когда мы говорим о более высоких материях, народ имеется в виду душа народа, которая вместе собрана под престолом славы. И карет, вот это отсечение души, состоит в том, что нефеш отсекается от своего верхнего корня и отрывается, и разрывается шнур, который связывает нефеш с нешама, то есть земную душу с верхней душой, которая нешама. И, как по этому поводу говорится в Зохаре, нефеш, о которой сказано в «ни хрета нефеш» от Гошема, что имеется в виду, что над душой ло шора ала фрох, на ней не опускается, на нее не опускается рог, дух, а когда рог не связан с нефеш, то нет никакой связи с тем, что выше. Вот теперь, вот теперь, то есть на самом деле то, что говорится, что вопрос корот, это не уничтожение души в том смысле, что при жизни. Так что дальше будет одна вещь довольно важная. Сейчас не буду забыть вперед. Значит, отсечение – это рассечение связи между земной душой и душой высшей. А я хочу заметить довольно важную вещь. Когда говорят, что Генниш Мато Эден, да будет душа в раю, но вы сами понимаете, что рай – это не земной рай, а небесный, но для того, чтобы душа могла уйти в небесные миры, ей нужно, чтобы вот этот шнур, связывающий нефеш, рог и нешама в единое целе, целое, был цел. Если он обрублен, то нефеш просто не может подняться никуда. И это довольно важный момент. То есть с этого момента начинаются серьезные проблемы. Значит, и здесь трудно не удержаться и процитировать Рэбхайма Диталя. Это ученик Ари, раби Ицека Ашкенази, раби Ицека Лури Ашкенази. То есть это один из главных фигур Кабалы, и Рэбхайм Диталя является его учеником важнейшим и собственно практически все книжки главной полурианской Кабале написана Рэбхайма Диталя. И он, среди всего прочего, пишет довольно важную вещь. Никит Азекхай. Ты должен знать, что когда человек согрешил, он спускает Нешама душу в Гейзином, при этом сам человек все еще живой. Потому что когда возник человек, была связь между Нешама и телом его. А когда... Значит, получается совершенно фантастическая картина. Человек жив, но в результате оттечения его, значит, в результате вот этого греха оттечения связи, где перебит обычно рог, его душа может попасть в ад, при том, что сам человек все еще жив и подает все признаки жизни. И он живой с точки зрения биологии полностью. Потому что все три части души, которые делают человека разумного человека разумным, они все на месте. Потому что эти три части, это части нефеш, а не части Нешама. А вот высшая Нешама может попасть в ад просто раньше времени, когда человек еще живой. Это то, что пишет Рэбхайм. Понятно, что речь идет про нефеш, которая в Нешама, но это уже не будем забегать раньше времени вперед. По этому поводу это известный счет, что есть грехи, которые повреждают разные... Значит, грех, любой грех, так или иначе, повреждает ту или наносит вред той или иной части души. Мир, а вопрос о походе можно задавать или потом? Можно. А как-то насчет шувы? Сейчас про шуву будет, и я буду про это говорить. Окей, спасибо. Значит, это все-таки на Фешхахайме про шуву будет писать довольно много. Значит, есть грехи, которые задевают разные части души. Например, речь, когда человек делает запрещенные речи, типа лошон-хара, или другие грехи, которые связаны с бухинат-руах. Я хочу напомнить одну вещь, что руах, как правило, так или иначе, связаны с речевым аппаратом. То есть там по-разному, но это образ мысли и образ речи. Это грехи типа лошон-хара, клевета, ну и подобные вещи. Значит, то тогда повреждается как раз вот эта связь. И по этому поводу теперь вот когда мы понимаем картинку, как она существует, то я хочу заметить одну вещь. Вот когда вы занимаетесь опять чтением вот такого рода текстов, связанных с высшими мирами, надо понимать следующее, что они существуют всегда в двух, надо два как минимум в аспекта смотреть. Обычно спотыкаются вводки. Несложно прочесть описание любой каббалистической картинки. Но это статическая картинка, которая показывает структуру. Как устроены структуры больших мирот. Это когда говорят про десять сферот и подобные тому вещи. Но дело в том, что все эти вещи действуют одновременно динамически. В них происходят процессы. Вот когда мы определили, что есть непыш, рох и нашама, мы просто указали части, как они связаны друг с другом и как они влияют друг на друга. Но, но, человек существует живым. и то, что он делает, так или иначе влияет и происходит то или иное влияние на вот всю эту структуру. И обычно, и Рэбхайя тут не исключение, значит, когда пытаются описать, как выглядит функционирование трех частей души, то всегда прибегают к понятию, которое называется сулам Якова, лестница Якова. И имеется в виду следующее. Вот эта история про то, как Яков спит на земле и значит, и видит сон, лестница стоит на земле и подымается до неба, а по ней спускаются и подымается ангел. Теперь, внимательное чтение этой вещи, вот этого отрывка, следует, следующее, внимательно читаем стих, мы же читаем культуру, а не художественную тягу. Сказано, вот, значит, дословно, и вот лестница стоящая на земле и головой достигает до небес и вот ангелы божии подымаются и спускаются по ней. Извините, ангелы божии подымаются и спускаются по ней. Теперь, обращаем внимание, лестница должна быть муцаф баарц, поставлена на земле. Проблема переводчиком называется. Но в оригинале написано муцаф арца, поставленное к земле. Для тех, кто знает иврит, окончание гэй в таких случаях это как хабайта, хаира по направлению к городу, ну и подобные все слова. Вот это окончание гэй это направительный поддерж иврита по направлению к нелэ габайта. Пойдем домой. Так вот, арца. Значит, пожалуйста, яма вэкэдма цафона вэнэгба. К западу и востоку, к северу и к югу это направление указано, но именно не запад, восток, север и юг, а именно с направительным поддержом к. Так вот, на что надо обращать внимание? Эта лестница стоит ву муцав б арец, а муцав лэ арец, вот как Рашик в этих случаях объясняет, окончание направительного поддержа это к, это указатель направления. Лестница представлена к земле, что означает, что главная в этой лестнице ее верхняя часть, а ее корень на земле сверху и она спущена и спускается до земли, то есть вот эта формула муцав арца означает всего-навсего, что представить лестницу Якова, как, ну, грубо говоря, трап спущенный с вертолета, и висящий. Он может достигать земли, но он подвешен к небесам. И оттуда по этому поводу, когда мы говорим, что вот эта лестница и есть душа, то что на ней происходит? Понятно, она спущена с небес до земли. И вот ангелы поднимаются и спускаются, как в таких случаях комментируют, ангелы Олим-Тхила вначале поднимаются, а потом спускаются, ибо вся идея человека вначале подъем снизу вверх, а потом свет спускается сверху вниз. И там стоит рожа. Вот что говорится? Вот здесь просто внимательно читать. Получается следующее, что на самом деле ангелы вначале поднимаются, а замечу, это лестница и есть душа, по этому поводу то, что посланцы от человека вначале поднимаются, то есть дела человека определяют состояние, что происходит, жизнь на этой лестнице, и когда ангелы достукиваются, поднимаются по вот этой лестнице, которая в данном случае Роах, доходят до Нешама и через нее связываются со светом выше, то тогда в ответ не посылаются ангелы вниз, которые есть свет свыше. То есть функционирование души, оно вот сама душа висит сверху вниз, а функционирует снизу вверх. И это является некоторой фундаментальной особенностью всей этой истории. Мир Занит, а можете повторить еще раз что-то? Вот давайте попробуем. Итак, значит цунам Яков это является классическим образцом, что такое душа и как она функционирует. Здесь обращают внимание, что в формулировке вот этого сна Якова лестница ведет с неба на землю. Вот это очень важный момент. Арца указывает направление. Это означает, что направление идет с небес она направлена к земле. То есть это не лестница стоит на земле и подымается до небес. Ровно наоборот. Эта лестница свешивается с небес и достигает земли. Вот это очень важный пункт в этой истории. Потому что Нешама она сверху она внизу. И все это вот как в первом примере о работе стеклодува начинается с дыхания Всевышнего свыше и кончается на земле. Но это происхождение души и ее устройства. При этом все-таки вся эта структура она же не просто существует. В ней что-то происходит. Душа она же не просто так. Она что-то делает в ней какие-то происходят процессы. И вот здесь опять в том же примере Сулам Яков сказано что по этой лестнице ангелы подымаются и спускаются. Обращается на себя внимание порядок. Вначале подымаются а потом спускаются. При том что лестница вообще-то устроена так что по ней как бы вначале спускаются по идее должно быть а потом подымаются. Так вот устроена она функционал этой лестнице устроена ровно обратным способом. Вначале подымаются то есть каждое дело человека порождает ангела и этот ангел подымается вверх. И вот здесь важный момент Нашама выше своих частей Нашама да Нашама три проинтроственную структуру каждой части мне приходится иногда упоминать выше своей части Нашама да Нашама она соединена с престолом славы то есть с божественным светом непосредственно от божественного мира. И когда ангел неспосылаемый человеком его делами причем дело мысль это тоже дело неспосылаемые его делами подымаются добираются до верха то в ответ могут в ответ спускаются ангелы неспосылаемые свыше и они по вот этой структуру спускаются свыше и что важно понимать что ангелы которые спускаются они спускаются в ответ на то что человек послал вверх вот это в лестнице Якова безумно важно на самом деле вот для того чтобы быть хорошо правильно в рассказе о лестнице Якова есть одна очень важная шутка которую понимали те поколения которые получали Тору и не понимают нынешних Яков когда просыпается произносит следующую празу это не что иное как Дом Божий это Шаар-Га-Шамая значит шутка состоит в том что Бавэль это Бав-Шаар и Эль этот оборот надо перевести просто на халдейский язык и тогда вы вдруг соображаете что он имеет ввиду вот то самое слово Бавэль город где стоит главный храм а откуда наши предки откуда Брамы все они из того района который представляет собой то что называется словом Зекурат это лестница вот такая пирамида лестницы поднимающаяся вверх вот эта башня Вавилонская которая была упомянута которая стоит на земле и головой достигает небес она именно вот это это лестница в небо то что задумано вот то что здесь рассказано в истории с Яковом это лестница с неба это ровно обратная вещь это на самом деле такая очень завулированная критика критика просто я не знаю к слову в библийскому тексту критика как бы сказать нехорошо но как бы некоторый указатель на то что это неверный подход по поводу человек поднимается к небесам его дела поднимаются и восходят не по лестнице восходят дела по лестнице и я хочу обратить внимание запрет в храме запрещен в храме к жертвеннику да наверху у Зеккурата в Вавилонском находится жертвенник поближе к богам как бы жертву приносить так вот в храме лестница к жертвеннику запрещена категорически это отдельный запрет строить там лестницу только пандус как бы вы поднимаетесь по земле так вот во всей этой истории поднимаются вот по лестнице дела опускаются послания свыше вот это вот относительно когда образ лестницы лестницы сулам Яков лестницы Якова применяется к душе то имеется ввиду вот ровно то что я сейчас сказал по этому поводу вот когда мы это понимаем начинаются проблемы которые уже с этого момента можно переходить к истории от шувей а можно перед этим вопрос там же когда говорится не лестница а пандус там же объясняется почему потому что чтобы не оголялись тело свое как это связано а как можно а вы значит дело в том что это опять надо просто много читать Тору чтобы вдруг в какой-то момент вдруг бухает по голове что в Торе куча заповедей пределаны два объяснения земное и небесное причем ну где-нибудь посмотрите как сама Тора объясняет почему народ не пошел короткой дорогой вырыться с Египта и вы обнаружите два ответа вот двойные ответы в Торе они совершенно такие регулярно работают есть земное объяснение чтобы не была видна нагота я кстати открою вам тайну это какая же ступенька должна быть чтобы ногу задрать так чтобы хламидов пол что-нибудь открыло если учесть что на священнике вообще-то еще и панталоны надеты да ну вот я как-то хотел я этого не понимаю правильно потому что главное объяснение другое это не должно быть похоже вот на то что так так вот а это тоже написано где-то в Торе да нет это не написано это классика то что я сейчас говорю но классика такая не писана спасибо значит вот теперь становится понятно как происходит ремонт ремонт происходит значит процесс исправления связи через шву когда человек каким-то образом нанес вред тому что называется нефеш или даже если разорванная связь всех десяти аспектов девяти аспектов души ну я сейчас не буду девять я сказал что каждая часть души делится трижды три но это Виталия это как раз лурианская чисто лурианская схема о том что на самом деле душа там девять их нужно разделять но это как бы их три но каждое три разделена на три подобных вещи и когда душа спустилась в глубины бездны тогда есть невозможно есть возможность так что будет неспослано дополнение святости и от благословенного до от шоражгана шамат хила до можно докричаться вот смысл того что говорит Репхайм я не буду сейчас зачитывать потому что сложно рассказывать эту мысль то что называется мысль высказанная для своих можно докричаться до всевышнего чтоб он восстановил связь нишама с непеш причем происходит это до чувы как бы возможность вот чува это возможность докричаться до всевышнего чтоб он восстановил связь с корнем нишама вначале а оттуда через дух а дух достигнет до нефеш и в результате восстановится хотя бы какой-то тонкости связь тогда чува вот это разрешение вот теперь важный момент это разрешение для чувы это не сама чува а разрешение это некоторая возможность разрешить чува вот для того чтобы совершить чуву и восстановить связь нужно обратиться к тому к создателю вот этой схемы этой конструкции нишама руах нефеш сверху вниз и как только если эта нить будет протянута как угодно тонко то начинается свое действие то тогда она получает возможность функционировать снизу вверх как мы говорили что основной функционал души он идет снизу вверх от нефеш к нишама вначале ангел поднимается и подобным образом я просто хочу зачитать отрывок он просто довольно поэтичный если нанес вред и испортил что-то в руах мы говорили что руах это речь на самом деле руах это заповеди которые связывают людей социальные заповеди которые связывают людей речью или другие грехами которые связаны с именно руах и в результате усилил силы скверны тума рахмона лицлан тогда нефеш становится не столь хорошей как раньше дело в том что здесь есть тонкость что связь укрепления руах происходит через занятие тора это основной способ вообще-то это именно как занятие для укрепления руах это изучение тора как бы гимнастика для руах если она если этой гимнастикой не заниматься то руах ослабляется и в результате нефеш не получает жизненность и свет через руах потому что именно таким образом энергетика именно энергия изливается сверху вниз именно через ру тогда через сожаление листенное искреннее содержание сердца и признание величины греха и помыслами отшуве в мыслях где а именно мысли являются тем что может послать искру сигнал снизу вверх в нишама то появляется дополнительная святость и свет у корня души и оттуда от корня души она передается нишама самой душе и из света который изливается изливается рог и как сказано зевхей луким рог нишбара жертвы господу дух разбитый и а именно он разбивает рог тума который из-за грехов стал сильней и исправляет рог святой дух значит вот теперь то что я собственно говоря все это читал как предисловие к теме которые меня спросили и на которые я хотел отвечать но выяснилось что без этого предисловия ничего не получается благодаря вот этой всей структуре повреждения рог но святое место пусто не бывает и вот здесь начинается некоторая проблема поврежденный рог либо он все равно ищет источник энергии и источник энергии может оказаться клепот то есть изнанка мира вот где не надо и начинается взаимная вот такая же такой же процесс сверху вниз только уже не в сторону к святости а в сторону туда клепот в сторону изнанки мира и кормиться будет некоторой частью от рог будет вот как рог он раздвоится будет кормиться что не надо так вот чува это как раз то что позволяет укрепить тот канал который ведет к душе к святости к душе и очищение душе восстанавливает связь с нишама как была в начале и оттуда будет заливаться вниз на нэпэш уже чистая энергия святости а не попорченная энергия ситра вот то что делает чувак на самом деле в основном она занимается в своем начальной стадии это восстановлением связей мы когда говорили что нэпэш связана то есть вот у нас девятизвенная цепочка да и при этом по три звена в каждой части и вот при ослаблении этих связей еще раз ничего просто так не бывает энергия энергия откуда-то должна литься и куда-то должна возвращаться все что человек делает производит некоторые искры и человек получает эти искры эти искры куда-то должны поступать они не могут застревать и вот здесь начинается та самая проблема где рух как бы вот этот канал он как бы идет вот так на две стороны и чувак как раз позволяет укрепить главный канал канал который связывается с нишама ильюна с высшей душой и чувак как раз для этого и существует проблема которую указывает Репхайм из Воложина она действительно важна что когда речь зашла уже о карете то есть рассечения связи это не ухудшение связи а рассечения связи то тогда чувак это требование чудо уже в том смысле что нам нужно прямое обращение к Богу с тем чтобы он восстановил эту связь и замечу что чувак это не восстановление ее в полной мере это нить в начале а не полноценный канал который позволяет начать работу по исправлению всего процесса по исправлению вот вот этой связи и восстановление цельности души вот это то что рассказывает Репхайм вот такой функционал вот такой способ работы души мне хотелось просто вот и рассказать сегодня да вот я на этом собираюсь завершать если есть какие-нибудь вопросы могу попробовать ответить ну если коротко я вот не очень уловил то есть я правильно точнее понял что как я понял а вы скажите правильно ли я понял то есть вначале как бы Всевышний дает возможность делать шву то есть еще как бы человек еще и не делает ничего а он ему это не но дело в том что человек должен это захотеть вот тут проблема вот это то что мы говорим что функционал функционирование души идет снизу вверх сама душа устроена сверху вниз я понял но дело в том что я не очень понял ну может для первого раза естественно уже понять если как бы человек захотел швуа канал то нет как он правильно но в данном случае вот это есть это второе это вторая это тема чуть-чуть из другой оперы по поводу можно ли связаться с богом в обход канала который рог нет а кто связь тогда непонятно как эта нитка первая возникает это надо попросить а связь вот 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 именно об этом и речь о связи и вот я объясняю дело в том что вот это регулярная тема которой связи нет для того чтобы эту связь восстановить вам нужно чтобы эту связь прокинули снизу потому что сверху извините потому что этой связи именно поэтому регулярно говорится вот обратите внимание авера горе ротавера да так как связь идет не в ту сторону души то она вот это взаимно обратное соответствие она работает вам нужно это прервать для этого на самом деле то чего все говорят и Рэбхайм в том числе что цува на самом деле это вещь находящаяся на уровне чуда потому что на самом деле когда вы говорите я раскаялся я хороший и прощение грехов да что такое прощение грехов ну там обычная тема либо копора значит либо они замазываются как будто их нет либо они как бы стираются как будто их и не было но вы же на самом деле просите стереть кусок жизни вы просите признать то что было не бывшим вот цува это некоторая обратная вещь чудо обычно воспринимаем что то что никогда не было вдруг появилось да а здесь наоборот то что было пусть не будет за чудеса в нашем мире ответственность всевышний напрямую потому что законов управляющих чудесами нет и не может по определению слова чудо потому что если чудо это вещь которую мы можем поставить на поток то какое же это чудо да ну тогда это колдовство если мы чудо можем поставить на поток но это не чудо колдовство или технология это что угодно но не чудо по этому поводу как раз чума начинается с действительно довольно сложного места а именно с просьбой всевышнего восстановить хотя бы нить потому что как бы чинить ее будешь ты вот это важное вот то чего Рэбхайм говорит здесь чинить ее непонятно если нет связи как всевышний знает что человек хочет делать что какая-то связь связь есть но это связь не через душу есть связь всевышний всевышний в этом мире он все слышит он сидит высоко а видит низ он же кроме связи по душе есть еще связь по гашгахе не забудьте эту мелкую деталь кроме связи по душе есть еще связь через проведение это другая связь вы как элемент мира он это не столько связь сколько он вас видит это связь от него к миру но это связь заботы о существовании мира это связь другого типа абсолютно эта связь не через душу проходит эта связь проходит через заботу о мире это гашгаха это чуть-чуть другая тема я понял что так сложно оказалось я просто не проговорил это хорошо и я виноват значит есть еще гашгаха когда вы обращаетесь с просьбой где через нормальный функционал души то есть так как она в данном случае плохо связана я не могу таким образом построить связь по этому поводу я прошу это сделать в рамках гашгаха в рамках других отношений моих с Всевышним не через душу не через нормальное функционирование души я прошу чудо о восстановлении связи и это может быть прокинуто только нифтью сверху и это нельзя построить снизу вот чинить надо снизу вот чинить уже дальше после того как эта связь построена надо снизу но нужна хотя бы ниточка спасибо не ну сейчас хоть понятно что есть каналы связи они как понять обрубаются а потом появляются значит эту книгу на следующем уроке я не собираюсь продолжать я собираюсь взять другую книгу для того чтобы наконец ответить на вопрос о душе гоев и душе геров спасибо это очень интересно спасибо огромное спасибо мэйр да спасибо тоже за урок большой надо еще его раз просмотреть чтобы вникнуть а вот сложность мне кажется в том как вот захотеть и как родиться вот это вы ответили да что это невозможно объяснить вот это хороший вопрос это как раз и есть то самое по поводу шары чува вот читайте по этому поводу рамбома яхот чува она есть на русском довольно мощно по-моему прокомментирована вот дело в том что рамбом среди всего прочего пишет что есть грехи по которому чува если невозможно то крайне затруднена и например он говорит про что есть но он не говорит о вот в такой структуре как рамбхайм своложено он не говорит про связи потому что у него чуть-чуть по-другому это все устроено не поэтому потому что он на другую тему думает в другом направлении но есть случаи когда чува безумно затруднена вплоть до того что она как бы невозможна до дня смерти а это запланировано так или есть такие грехи но главная мысль которая есть у рамбхама что эти грехи как правило состоят такого типа что человек даже не мыслит направление чувы он как бы не способен ее сделать он не способен остановиться даже если он знает о ней он знает но как бы это знание не перерастает на уровень желания все-таки всегда учитывайте что вот то что говорит многократно повторяю потому что сказал просто гений рамбхис дай крест человек не властен над своими желаниями точнее он интеллектуально может знать что он что-то хочет пожелать но добиться чтобы он это да пожелал вот вы знаете это вот как больной человек который знает что надо кушать а аппетита нет вот этот пример вот он классический человек не может вызвать у себя желание есть он может начать есть но желание вот это это действительно довольно сложно например больной знает что-то кушать но не хочет но ладно про еду регулярно там есть люди которые о нем позаботятся и заставят как правило приходится заставлять ну люди сильного характера могут заставить себя сами или там установить правила по часам как это дело но вот человек не властен над желанием он властен над интеллектуальным устремлением к желанию но беда в том что интеллект не властен над желанием точнее он может их отрезать вот вот как-то не странно интеллект может желаниями бороться с исполнением желания не с самим желанием а с исполнением желания грубо пример современный то чему старательно учит алкоголиков которые хотят прекратить пьянство что вы не сможете избавиться от желания напиться или выпить но вы можете справиться с исполнением этого желания и в этом направлении как раз вот борьба отрицательная человек так или иначе неплохо властен с собой учитесь властен с собой а вот в обратном направлении создать желание человек над этим просто не власть и в этом смысле чува которая может оказаться тяжелейшей интеллектуальной работой чтобы каким-то образом пробиться к желанию которое нужно создать то что называется в полукаблистических текстах типа орга хаймга кадош кетерлы не шама корона над душой он имеет ввиду высшую часть нижшей души там где нефиш соединяется с роах вот сюда вот 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 эта связь вот это вот звено связующее звено он называет кетерлы не шама потому что ну в данном случае имеется ввиду не шама да нефиш потому что как бы желание оно переходит уже вы хотите напрямую повлиять на роах то есть на вещь которая выходит за пределы этого мира поэтому слово кетер слово кетер то есть корона венец это то что вне головы уже и в этом смысле вот пожелать сделать чугу может оказаться безумно сложно для того кто не связан каналом жизни по каналу црураба црур хахаин не связан вот этим вот шнуром не шама вот это желание понимаете это желание вполне естественно для того кто подкармливается от святости исходящей сверху непрерывно и это желание естественно и в результате тикунэй цуа они вполне естественно для этого человека они оформляют судьбу желание он делает цуа по поводу разных больших или не очень больших грехов оно как бы непрерывным процессом идет емкий пульт для того чтобы такие вещи исправлять существуют то есть существует много там способов лечения существующей структуры но когда у вас полом обломки то там другая работа совершенно с другого боку идущая понятно да мера основное в службе всевышнего это ощущение семха от службы вот ощущение радости от службы всевышнего ну то есть можно сказать что это икар что вот это главное вот это ощущение радости что человек полноценен когда он радуется этому не веселится пьянствует и так далее а именно вот состояние тихой вот этой радости это именно вот то самое о чем есть ну да ну да и я слышала что тшува она незавершенная если она не заканчивается радостью да 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 и а почему по-вашему Йом-Кипур плавно переходит в Сукот именно поэтому а то что вы сказали Нешама Нефиш Время Сукот время радости нашей да все не просто так а то что вы сказали Нешама Нефиш может быть эта связь она такая тонкая становится что она находится очень далеко на периферии и поэтому как бы ее нету это еще ничего это исправимо это исправимо когда она на периферии но она есть еще раз большая разница между есть но слабая и нет вообще это это огромная разница это тяжелый случай да но не но не безнадежно шарей как известно эти ворота не закрываются никогда но при этом говорится одновременно что есть преступления как правило ну например тот кто термин тот кто кто тот кто ну сам тот кто других лишает этой связи вот тот кто за собой увел горе тот кто за собой увел других у него проблема с учевой действительно серьезная потому что знаете ли меда канагет меда ты можешь починить у других что ты хочешь что ты требуешь ремонта у себя можешь ли ты ты же виновен в том что ты эту связь разорвал у других и вот для них Чува например дело ну читайте историю Ильиша Бенавуи там это все кто о ней говорят подробно рассказывают об этой стране вопрос окей да окей оказывается он есть в переводе где-то там я не знал что она переведена хотя по-моему она для перевода сложна не в том смысле что книжка сама по себе непроста но для перевода она большое спасибо мэр а еще вопрос есть ли у вас статьи по недельным главам вашими комментариями для для разных газет газет делу но немного и так как там две проблемы отменяли вы просили писать слишком коротко либо что очень тяжело либо слишком длинно что тоже очень тяжело то есть ресурса нету да на которое можно посмотреть есть ресурс его зовут мэр ресурс есть но мэр должен еще иногда знаете ли работать езжайте в молодой мэр будете пользоваться ресурсом его зовут мэр он делает дрожжет в нашей синагоге не только дрожжет по зуму делать завтра же будет дрожжа мэр да да будет да ну вообще маханами вроде собирается уже в синагогах да нет вроде мы вроде решили по зуму сделать а да серьезно окей по зуму очень классно мне кажется это надо продолжать это одно дело это без записи по-моему без записи я не знаю это там другие отвечают за это может вам попросите мэра он присутствует вам линзи это не надо мэр и техника это можно выяснить можно выяснить можно выяснить я выясню окей господа и дамы мы отпустим мэра да большое спасибо всем мэра огромное спасибо ладно пока народ говорит супер что может быть лучше чем лектор лектору слушать что его лекции это супер